Новая экспедиция КНКС стартовала с берегов реки Зея, с Таёжного космодрома Восточный. Так будут начинаться выпуски новостей через несколько лет. Это уже не кажется фантастикой. Фундамент для космического будущего России почти готов. Огромный котлован — будущий газоотвод стартового комплекса. Тонны железа и бетона при пусках ракет должны сотни раз выдержать огромные температуры и ударные нагрузки. Стартовый стол, трамплин для большого прыжка во Вселенную возводят в три смены. Сейчас на стройке 4000 человек. К лету будет в два раза больше. Приступили к своевременной строительству стартового технического комплекса. Также строятся промышленные площадки. Станция «Промышленная-1», «Промышленная-2», промышленная эксплуатационная база космодрома строится. И строится вся обеспечивающая, обслуживающая инфраструктура. Продираясь через тайгу, путейцы ведут стальную магистраль в небо. Строим космодром! По этим путям на стартовый комплекс отправятся готовые к полету ракеты. И по старой байконурской традиции наверняка на рельсы подтяжеленный состав положат монетки на счастье. Старые традиции на новом месте не меняют. Что раньше здесь запускали военные ракеты, то это я знал. А что именно в мирных селях будет использовать этот космодром, это, конечно, большое плюс. Когда пять лет назад было решено закрыть военный космодром свободный, здесь на время остановилась жизнь. Но вскоре появилось новое название – «Восточный» и «Новый смысл» – стать мирным современным космодромом. Параллельно с созданием технологической инфраструктуры, а может быть даже опережающими темпами, нужно будет решать проблемы социального характера. Здесь должен быть построен совершенно новый, современный, комфортный во всех отношениях город. Комфортный для людей, которые здесь будут жить и работать. Так выглядел будущий космопорт пять лет назад. Только бурелом и первый колышек. Так начинались работы полтора года назад. А теперь это главная стройка Дальнего Востока. По масштабам почти легендарный БАМ. Бывшему гарнизону Углегорску предстоит стать новым наукоградом с населением под 40 тысяч человек. В конце года начнется строительство большого микрорайона. Приток населения сюда уже начался. Мы очень серьезно и много говорим о том, что космодром, он экологически не опасен для жизни людей. Здесь нету опасных и вредных производств. Здесь нету производства и хранения токсичных компонентов ракетных топливов. Как уверяют экологи, тайга от космодрома не пострадает. Знаменитая королевская ракета «Союз», вернее ее современная модификация, экологически чистая ракета. Более того, большую часть пути до орбиты «Союза» полетят над океаном. Новый космодром «Восточный» предполагает создание нового ракетоносителя, может быть, даже не одного. Топливо, используемое в этом ракетоносителе, будет экологически чистое. Поэтому районное падение, которое мы будем отводить, согласование с местными органами власти, с экологами, будет происходить в более спокойном режиме и не вызовет тех импульсных реакций, которые сегодня иногда это вызывают. Команду «Ключ на старт» осталось ждать недолго. Когда ближе к маю, в тайге растает снег, строительство пойдет гораздо быстрее. Но уже сейчас можно увидеть масштаб этой грандиозной стройки. На карте России вскоре появится новая космическая столица.